Реклама, двигатель торговли. Эту фразу знает почти каждый, даже если он не читал произведения Ильфы Петрова. Сегодня свой профессиональный праздник. В России отмечают рекламщики и пиарщики, с чем мы их и поздравляем. Подробнее об этой важной дате для мира рекламы поговорим с нашим гостем. Я приветствую в студии LifeNews Дмитрия Богданова, генерального продюсера Rival C Group. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. С праздником вас поздравляю. Спасибо большое. Ну что ж, в этот день, зрители пусть не удивляются, у нас тут стоят два стаканчика, зачем они, я обязательно расскажу. Но чуть позже. Очень хочется сегодня узнать, каким образом вы делаете картинку лучше, каким образом вы управляете нашими умами, заставляете что-то покупать. Расскажите все как есть. Ой, все как есть. Смотрите, тут на самом деле, чтобы сделать рекламный ролик, нужно очень много сил и времени, потому что есть задачи, и нужно продумать, какие образы донесем мы до зрителя. Формат рекламных роликов короткий по времени, поэтому все должно быть очень точно. То есть очень большая идет подготовительная работа. Ну то есть это не так, как делает документальный фильм, когда ты много снимаешь, потом что-то из этого формируешь. Тут надо продумать каждую секунду, каждый кадр. Там ролик может состоять из пяти кадров. И нужно понимать, с какой стороны будет стоять бутылочка, какой свет. Это все очень продумывается на этапе подготовки, а потом снимается. А еще это как бы две таких разных задачи. Сначала надо стратегию и понять, что будет хорошо воздействовать на аудиторию и решать задачи. А второе уже студии должны снять то, что нужно. Начнем со стратегии. Каким-то образом вы же воздействуете на наши умы, на умы зрителей. Как вы добиваетесь того, чтобы я встала вот сейчас после эфира и пошла, купила себе, ну не знаю, йогурт, например. Это зависит не только от рекламного ролика, не только от рекламщиков. Это вообще там от маркетинга конкретного компании, которая производит йогурт. Перед рекламщиками ставится задача, как маркетологи у себя в компании понимают, как они общаются со своим потребителем. И фактически рекламным компаниям ставят задачу, как инструмент, что мы должны сделать. То есть, как правило, понятно, каким образом бренд, например, йогурт, общается с покупателем. А мы уже вот в этих рамках пытаемся сделать все хорошо. Откуда идеи-то берете? Ой, вы знаете, это очень весело. Иногда весело, иногда не весело. Придумываем, сидим, накидываем, мучаемся. Но это мозговой штурм, и только в рабочее время, или вы можете там, например, сон увидеть какой-нибудь? У нас такое часто бывает. У нас есть режиссер, который может проснуться и себе записать. Вы все позади точно совещание. Я придумала, как мы будем продавать йогурт. Да, это творчество, но оно контролируемое. Если брать еду, то есть специальная такая профессия, фуд-дизайнеры. Безумные вообще люди. Они могут сделать так красиво, вот с капельками, с какими-то вещами. Но это несъедобно совершенно. Но задача, наша же задача рекламная, показать, как выглядит продукт. А фуд-дизайнеры, они краску тоже используют? Они ничего только не используют. Есть это точно нельзя? Это точно нельзя. Есть куча историй, когда черную икру, например, делали из перловки или из крупной пшенки. Знаете, краска из баллончика, она очень плестит, как икра прям такими. А у героя в кадре, который ел черную икру, ну, было намазано, да, как бы для того, что он ест. А все остальное было бутафорское. Была история, когда ассистентка не знала, и она с ложкой несется, ей нет. Потом уже после съемок, потому что все остальное было съедобно, и все понимают, что сейчас будем есть. Она несется, ей нет, нет. А она думала, что нет, ну, нельзя, ну, икра. Она это берет, делает. Действительно съела. Ну, а она потом, это химическая краска, бедная девушка. Ну, то есть, она думала, что их запрещает, потому что она всегда мечтала ложкой съесть черную икру. Ну, боже мой, вот эта мечта грустно очень закончилась. Дай бог, что все будет хорошо у этой девушки. А еще бывают какие-то вот такие секреты, которых мы не знаем. Ну, раскройте уже. Сегодня праздник. Можно поделиться с коллегами? Ой, да я думаю, что коллеги-то как раз знают, потому что это используют. На самом деле, самые загадочные люди в рекламе и в кино, на мой взгляд, несмотря на, там, долгие годы, это художники-постановщики. Их называют иногда просто постановщики. Это люди, которые могут из чего угодно сделать чего угодно. Волшебники. Вообще. Еще одни. Да, ну, то есть они могут, я не знаю, чтобы вода хорошо смотрелась, они ее заменяют на глицерин, например, медицинский, который в аптеке продается, потому что он более по плотности там гуще, и при свете он так красиво переливается. У нас вот тут была съемка, и нам нужно было срочно. Появилась у нас такая идея, чтобы в кадре было перекатить поле. Это, ну, такие, знаете, из веточек такая штука, которая из одного части кадра в другую перекатывается в определенный момент. И нам пришла как-то эта идея по ходу, и мы говорим художнику, нужно, он говорит, сейчас все сделаем. Десять минут проходит, десять минут, я не знаю, где они нашли это, и лежит это перекати поле, все, все хорошо. Могут сделать все, что угодно, потрясающие люди. Напомню, Дмитрий Богданов, генеральный продюсер Риволти Групп был в нашей студии, ну, а мы о других событиях расскажем.